В мэрии Саранск отреагировали на репортаж наших новостей с Революционной улицы. Мы тогда показали, в каком состоянии там дорога, рассказали и о других проблемах посопа. И вот на место события отправилась делегация, состоящая из чиновников мэрии и Октябрьской райадминистрации. Посмотрели своими глазами, что мои коллеги ничего не придумали, дорога на самом деле в жутком состоянии. Местные жители от такого внимания, честно говоря, отвыкли. Город нас почему-то оставил совершенно без внимания. У нас 13 уличников по всему Октябрьскому району. Сейчас городская администрация нас просто выкинула за борта, и мы им не нужны. Но жителям мы как по-прежнему были нужны, так и нужны. Характеристики, проблемы, звонки день и ночь, ПДН и все прочее. Мы все вопросы эти решаем. Эта женщина на революционной самое главное. Она руководит местной общиной, так называемым ТОСом. То есть это как домком, только в варианте для частного сектора. Такие, как Надежда Лясина, должны выполнять роль проводника между муниципальной властью и местными жителями. В какой-то момент эта связь стала односторонней. Надежда до мэрии проблему доносила, а ответ и даже личный визит случился только сейчас. Здесь какие-то есть недочеты, которые мы, в свою очередь, не уследили. Все ошибки, которые сейчас мы прошли, которые показали нам граждане, мы все их будем исправлять, будем исправлять, я думаю, в течение ближайшего месяца. Лично мне хочется думать, что на революционный диалог местных жителей и местной власти случился не только благодаря сюжету в новостях. Такое рабочее взаимодействие должно быть нормой. Диалог выгоден всем, и власти, и обществу, потому что нерешенные мелкие проблемы заставляют людей злиться, а злой человек потом не услышит того, что до него пытается донести власть. Связь нарушена. О важности этой связи на неделю говорил и Владимир Путин. Президент провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. И вот какой сигнал он подал. Очень важно и дальше выстраивать результативную обратную связь с гражданами. Муниципальные власти, безусловно, должны находиться с жителями в постоянном контакте, и внимательно слушать, и слышать их запросы и чаяния. Быстро реагировать на эти запросы. Я добавлю, что быстро реагировать на запросы – это не значит быстро готовить отписки и обещать хорошую жизнь и решение проблемы, но через годы. В конце концов, в Мордовии и Саранске живут неглупые люди, и каждую проблему можно проработать, объяснить, когда и как она решится, от чего это зависит, кто ответственный. Это базовые вещи, это нетрудно сделать, и это даст очень мощные эффекты. Нужно только заставить себя работать по-человечески.